Всем привет! Меня зовут Скрэйч и это новый выпуск 100 дней хардкора в Майнкрафте. И по вашим многочисленнейшим просьбам, сегодня я стану человеком-муравьем и проживу за него целых 100 дней в Майнкрафт хардкоре. Ну и так как на этот выпуск было потрачено безумно много сил и времени, я попрошу вас поставить лайк, ну а также подписаться на канал. Ну а мы начинаем! День первый, я заспаунился в мире и это был какой-то лес, рядышком был спавнер охотников на вампиров. Это значит, что здесь я мог своровать верстачок, а также факел, который будет освещать мне путь. Добыв факел, я сразу же принялся рубить дерево. Добыв немного дерева, я понял, что этого количества мне хватит и я решил найти поляну и выбежать из леса. Не знаю зачем, просто так захотелось и я побежал в прямом направлении. И вы меня спросите, Скретч, а как ты собрался становиться человеком-муравьем? Дело в том, что мне нужно найти инструкцию и найти ее на самом деле безумно просто. И кстати, на этом моменте я чуть было не упал в каньон, благо я остановился. И кстати, он нам еще не раз пригодится, там мы будем добывать различные ресурсы. Ну и пока я бежал, я нашел деревню и безумно сильно надеялся, что там будет кузница. И да, ребят, кузница в этой деревне как раз таки была и я отправился ее искать. Найдя кузницу, я незамедлительно отправился в нее для того, чтобы забрать все ресурсы. Но в сундуке ничего особенно интересного не было, кроме железного нагрудника, который я сразу же надел на себя. Затем, конечно же, я скрафтил себе деревянную кирочку и принялся добывать булыжник. И тут меня захотели похитить. И это было очень некрасиво с вашей стороны. Убив эту девушку, я с нее получил пенел-гаг, который можно нацепить на рот. Но в принципе, выглядит довольно-таки неплохо. Эээ, оставим. Я принялся добывать булыжник. Добыв немного булыжника, я сразу же также принялся добывать печки. Печки еще не раз нам понадобятся, а вот из камня, который я добыл, я хочу скрафтить себе весь набор каменных инструментов. Скрафтив абсолютно все, что мне нужно, я решил отправиться на поиски инструкции. Но перед этим мне захотелось зайти в дом охотников на оборотней, для того, чтобы украсть у них светокаменную пыль. Ну а также блок редстоуна. Это нужно для того, чтобы я смог сделать стол трансмутации. А дело в том, что мы не знаем пока что, что нужно для крафта костюма Человека-муравья. И возможно, там понадобится много всего, для чего нам как раз-таки и пригодится стол трансмутации. Добыв немного светокаменной пыли, я побежал добывать также блок редстоуна. Добыв все, что мне нужно, я отправился дальше. И следующим моим пунктом назначения стала шахта, для того, чтобы добыть железо. Ну и также мне хотелось встретить какой-нибудь данж, для того, чтобы найти там нужную инструкцию. А вот и тот самый каньон, который мне нужен был, и я решил отправиться в него. И кстати, когда я в него отправлялся, я не учил один факт. И этот факт заключается в том, что у меня совершенно нет еды. Всего лишь-то два яблочка, и этого безумно мало. Именно поэтому я решил выбраться наверх, для того, чтобы забрать в деревне, в которой я был морковку, которая нужна мне для проживания, так скажем. Простроив небольшой мостик, я отправился в деревню. Добыв практически всю морковку, которую я нашел в деревне, я отправился на поиски инструкции. И кстати, совсем скоро закончится первый день. Ну и в принципе, у нас уже есть весь набор каменных инструментов, а также железный нагрудник, что не может не радовать. Помимо этого, мне захотелось также выбить тетрадь смерти, и мое удивление, я выбил ее с первого раза. Правда, сначала я вообще не понял, куда она упала. И как мне показалось, произошел какой-то баг. И через какое-то время я заметил, что книга подобралась, что было безумно круто. И тут на меня побежал оборотень, и я понял, что пора создавать какую-нибудь кровать, иначе первую ночь я уж точно не проживу. Но для создания кровати мне была необходима шерсть, которой у меня, к сожалению, не было. И да, было очень странно, почему я ее не забрал в деревне. Еще немного пробежав дальше, я нашел какой-то очень странный дом, и решил в нем поселиться. Мне было очень интересно, кто здесь живет, и здесь жил какой-то очень странный молодой человек, которого я захотел ограбить. Сделать на самом деле это было не особо и просто, потому что он постоянно крутился. Но все-таки я мог своровать у него меч, а также кольчужный нагрудник, что не могло не радовать. Затем я немного перекусил и отхилился, и решил попробовать еще раз. Главное было случайно его не ударить, иначе он меня просто загрызет. И тут я решил попробовать план Б, немножечко разломать его пол для того, чтобы он упал в яму. И тут я его случайно ударил, и он решил на меня попрыгать. Ну и пока он стоял в яме, я решил поступить гениально, отбежать для того, чтобы он забыл, что на меня агрился. Ну и когда я уже прибегу, я смогу его спокойно ограбить. Вернувшись домой, я понял, что он все еще агрится, и решил его все же убить. В принципе, я понимал, что с него должны выпасть вещички, но с него, к сожалению, ничего не выпало, кроме уровня. Но в принципе оно и не важно, потому что у нас теперь есть место жительства. И я начал спать для того, чтобы наступил второй день. Как только наступил второй день, я решил снять абсолютно все занавески в доме. И тут я обнаружил вторую комнату, в которой также ничего не было, кроме свечек, которые я, конечно же, потушил. В принципе, довольно-таки неплохой дом. Я, пожалуй, здесь останусь. Ну а теперь, ребят, я могу со спокойной душой отправиться в шахту, для того, чтобы добыть железка и нужные ресурсы. Ну и, наконец-таки, найти ту самую инструкцию человека-муравья. Добыв немного угля, а также железа, я отправился на поиски каких-нибудь данжей, в которых может встретиться инструкция. Также я старался добавить различные руды, которые могут мне понадобиться, такие как копер и лид. Но лид я мог добыть только при помощи железной кирочки. Именно поэтому я принялся плавить свое железо. Как только нужное количество железа переплавилось, я сразу же принялся создавать себе железную кирочку. В принципе, на данный момент больше ничего железного мне не надо. Ну а теперь можем отправляться дальше, но там я встретил уран, который решил тоже добыть, для того, чтобы не накладывался эффект радиации. И тут, ребята, я встретил спавнер пауков, который сразу же отправился. Он мне нужен для того, чтобы я нашел здесь какие-нибудь сундучки, но здесь не было ни одного сундука. И я очень сильно разочаровался. Поэтому я решил доделать все свои дела в шахте на эту серию, а именно найти 4 алмазика, а также добыть 5 обсидиана, я отправился на поиски алмазов. И еще какое-то время спустя я, наконец-таки, нашел алмазы и принялся их добывать. И здесь было всего 4 кусочка, чего, в принципе, хватало. Но я не мог больше размножать алмазы в столе трансмутации. Именно потому, что 3 алмаза уйдет мне на алмазную кирочку, а еще один алмаз уйдет на создание философского камня. И на размножение в столе трансмутации просто не останется. Но, в принципе, это было не особо важно. Главное было сделать костюм человека-моровья. Именно поэтому я принялся создавать себе алмазную кирочку. Сделав палки, я сразу же создал и кирку. Ну и самой последней задачей в этой шахте было найти немного обсидиана. А именно 5 штук. В принципе, его здесь было довольно-таки много, именно поэтому я принялся его добывать. И добыв нужное количество обсидиана, я отправился наверх. И да, кстати, ребят, в шахте я провел примерно 4 дня. Выбрался из шахты я прямо неподалеку от своего дома. И тут я заметил, что здесь были големы из пшеницы, которых я решил собрать. В принципе, хлеб не будет лишним, ну, по крайней мере, первое время. Дальше-то понятно, у нас появится стол трансмутации и бесконечное количество еды. Ну а пока можно, в принципе, и подобывать. Добыв немного пшеницы, я отправился домой для того, чтобы поспать. И начался восьмой день. Это мне нужно для того, чтобы я смог начать далекую экспедицию и отправиться на поиски пирамиды. Потому что как раз-таки в пирамиде есть огромный шанс найти инструкцию человека-муравья. Между прочим, самый большой. Именно поэтому я отправился на поиски пустыни. И потратил на это еще два дня. Итак, середина десятого дня. Я нашел еще одну деревню. На самом деле, я находил их уже несколько штук, но просто пробегал мимо, потому что там не было кузнец. И да, эта деревня полностью была захвачена вампирами. Но я очень сильно надеялся найти здесь кузницу. Ну и помимо этого, я нашел здесь лабораторию, в которой есть блоки стали. И я решил их добыть для того, чтобы впоследствии размножить в столике трансмутации. Ну, в принципе, как обычно. И да, в этой деревне не было почему-то радиоактивных пауков. Ну и в принципе, это не важно. Главное собрать стилблоки. Добыв немного стилблоков, я решил забрать также экстрактор, в котором было целых 10 тысяч ЕМЦ. А вот как раз таки и кузница, которая находится в этой деревне. И я решил посмотреть, что здесь. И здесь было очень много железных кирок, а также обсидиан, которого мне хватало уже на портал в ад. Но портал в ад я решил не делать, потому что мне нужно сделать стол трансмутации. И также здесь была инструкция кит флэша, и это немного не то, что нам нужно. Именно поэтому я побежал дальше. Буквально в нескольких шагах от этой деревни находилась пустынная пирамида, в которую я решил отправиться. И я очень сильно надеялся, что там будет та самая инструкция. Помимо этого, в этой пирамиде находился крипер, который норовился все здесь взорвать. Но я решил его убить. И теперь, наконец-таки, со спокойной душой можно спускаться в самый низ, для того, чтобы лутать эти сундуки. И спустившись вниз, я сразу же порыскался за инструкциями. Потому что самое важное было найти инструкцию. И в этот момент я понял, что мне безумно повезло. И я нашел ту самую инструкцию человека-муравья. Здесь также были инструкции зума, флэша и обратного флэша. Ничего интересного. Ну и также у меня в инвентаре было очень много всякой каки, которую я решил куда-нибудь засунуть. Потому что у меня просто не хватает места в инвентаре под нормальные вещи. Такие как конская броня, которая имеет в себе кучу ЕМЦ. В следующем сундуке ничего интересного по количеству ЕМЦ не было. Далее я нашел сундучок с несколькими золотыми слиточками. А здесь было пару кусочков железа. В принципе, неплохо. Теперь я могу забрать тот самый песчаник и выбраться наверх. Главное, не подобрать к всякого лишнего. И как только я выбрался, я понял, что мне нужно быстрее создавать стол трансмутации, для того, чтобы размножить железо. И как только я смогу размножить железо, я сделаю construction table. Который нужен мне для того, чтобы создать костюм. В принципе, все логично. Ну и также неподалеку была еще одна деревня, в которую я решил отправиться. И это также была деревня вампиров. И здесь также был вот этот домик с блоками стали, которые я очень сильно себе хотел. Потому что реально в них безумно большое количество ЕМЦ. Правда, особо не повезло и два блока решили упасть вниз. Но ничего, мы за ними еще спустимся. И пока я добывал эти блоки стали, закончился уже десятый день и начался одиннадцатый. И при этом, так как это была деревня вампиров, все здесь были очень злые. Поэтому нужно было быть предельно осторожным. Добыв немного еще стали, я понял, что у меня уже почти полмиллиона ЕМЦ. А если я подберу сталь, которая снизу, то будет уже точно полмиллиона. И я не нашел ничего гениальнее, чем отправиться в этот домик, для того, чтобы здесь переночевать. Но тут я понял, что кровати у меня, к сожалению, нет. Да и в принципе, на данном этапе она мне не нужна, именно поэтому я принялся переплавлять железко. А также для стола трансмутации у меня уже все было, поэтому я принялся крафтить. Первым делом я, конечно же, скрафтил философский камень. Далее мне необходимо было переплавить целых четыре булыжника, для того, чтобы завершить крафт. Итак, камень переплавился, философский камень у нас также есть и можем, наконец-то, выкладывать наш крафт. Кто не помнит, стол трансмутации крафтится вот таким вот образом. Теперь мы можем сбагрить туда больше половины миллиона емц, ну а также все, что нам не нужно. Прямо сейчас нам нужно размножить железочка, для того, чтобы сделать констракшн тейблы. Ну и также размножить ель, которая нужна нам для того, чтобы у нас было дерево. В принципе, логично. Теперь, наконец-таки, мы создаем хаммер, а также несколько железных пластин. Ну и самый обычный верстак. И момент истины, наконец-таки, мы создаем с вами констракшн тейбл. И сразу же я решил сделать себе наковальню. Потому что, как бы, тетрадочка смерти у нас есть, а наковальни нету, это как вообще? Так что создаем наковальню и все. И да, теперь осталось переплавить все самое необходимое. Дело в том, что у нас много здесь копера, лида, уран даже есть. И нам нужно от этого избавиться. Ну и также закинем хлебушек, морковочку, для того, чтобы у нас всегда была еда. Итак, давайте посмотрим, что там вообще нужно. Здесь нужны дворфстар, алой, пластины, также железные блоки, реинфорсит, стекло и также ураниум. Ну и, в принципе, это вообще все, что нужно. И, кстати, за дворфстар-метеором, в принципе, можно было отправиться на поиски корабля Кри. Но есть выход гораздо легче, найти метеорит. Если честно, оба этих метода довольно-таки долгие. Там уже что встретиться первым. Именно поэтому я решил переждать эту ночь, для того, чтобы начался 12-й день. И я отправился на поиски. Ну и мне как-то нужно было переложить уран, для того, чтобы не умереть. И тут мне в голову пришел гениальный план, просто его засунуть в стол трансмутации и сразу же забрать. Ну а теперь можем забирать свои шмоточки и отправляться на поиски дворфстар-метеора. Правда, для начала засунем абсолютно все, что нам не нужно, вот сюда, чтоб не мешалось. Ну и также я решил взять немножечко кольчужной брони, потому что у меня как бы толком ничего и нету. И кстати, давайте выпьем вот эту штуку. Вы мне сказали, это нужно для того, чтобы я не стал никогда оборотнем. И я вам верю, сейчас пройдет отравление и можно будет спокойно бежать. Надеюсь, я не умру. Надо бы перекусить для того, чтобы одновременно с этим хилиться. Итак, в последний момент отравление закончилось и я мог отсюда убегать. Сточка для брони, ты останешься, пожалуй, здесь. А стоп, там же ночь, ждем день. Итак, 12-й день наступил и мы можем отправляться на поиски метеорита. Ну или корабля Крии. Ну и я скажу вам так, что мне встречались метеориты, но в которых не было вообще двор в Стар Метеора и даже намека на него. Именно поэтому я отправился на поиски корабля Крии. И это заняло у меня ни много ни мало 7 дней. И вот, ребята, уже конец 20-го дня. И я нахожусь в джунглях. И именно в них я и нашел тот самый корабль Крии, который мне и нужен. На данный момент я очень сильно надеялся, что там не будет пришельцев. И, как это обычно и бывает, надеешься на одно, а получается совсем другое. И в этом корабле как раз таки и были пришельцы. Благо они были с другой стороны, а некоторые из них уже померли. А некоторые в блоках вовсе застряли, так что это был огромный плюс. Убив пришельцев, я начал рыскать по сундукам для того, чтобы забрать двор в Стар Метеор, а также железо. И дело в том, что у двор в Стар Метеора не было того самого ЕМЦ. Но, в принципе, какая нам разница, здесь его довольно-таки много. Ну и также мой каменный меч практически сломался. Именно поэтому я заменю его на топор Крии. В принципе, все самое нужное я забрал. И больше ничего из этого мне не понадобится. И именно поэтому я начал искать выход из этих джунглей, потому что они были безумно опасны. Здесь особо не убежишь, да и можно споткнуться об дерево, допустим. И тут мне в голову пришла гениальная идея. Я сделаю специальное оружие при помощи того самого Урана. Я думаю, четырех штучек мне хватит. И я буду кидать его, если будет прям вообще капец, для того, чтобы убивать всех живых существ. Можем, кстати, протестировать на зомби, будет ли это вообще работать. И да, это работает. И все, кто проходит мимо Урана, начинают умирать. Главное, самому случайно не умереть от всяких скелетов и так далее. Ну и наконец-таки я нашел выход из этих джунглей и отправился в пустыню. Немного пробежав по пустыне, я нашел лес вампиров, а также еще одну деревню, в которой я решил остановиться. И да, эта деревня была захвачена охотниками. Охотниками на вампиров, которые на самом деле очень безобидны и это безумно круто. Ну и также в этой деревне была кузница, в которую я сразу же и отправился. И здесь на самом деле было безумно много интересных ресурсов, таких как алмазики, а также железные мечи и железный нагрудник. Но забрал я только алмазики и яблочки. Ну а теперь пришло время поселиться в каком-нибудь из домиков для того, чтобы продолжать выживание. Как только я разместил абсолютно все свои принадлежности, которые у меня были, я понял, что пора создавать костюм. Костюм человека-муравья. Для начала мне нужно было переплавить Дварф Стар. И я понял, что у меня всего 9 штук. А нам понадобится гораздо больше. И тут я начал надеяться, что у переплавленного Дварф Стара будет ЕМЦ. Дело в том, что я устанавливал аддон и давайте проверим. И как только немного Дварф Стар Алой Айнготов переплавился, я увидел, что у них есть ЕМЦ, что было безумно круто. Именно поэтому я размножил это в столе трансмутации и начал делать пластины. Сделав пластину, я сразу же размножил ее также в столе трансмутации. Потому что она нужна для создания костюма Человека-муравья. Далее мне нужны были блоки железа, которые у меня также были. Ну, как вы понимаете, стол трансмутации, много ресурсов, все дела. Стак железных блоков. Конечно, стака будет многовато. Ну и также нам нужны пластины из урана, которые я решил сразу же сделать. Делаем хаммер и, конечно же, делаем пластины из урана. Ну а теперь нужно их просто размножить. И все. Я уже мог скрафтить ботинки, а также мог скрафтить себе штаны. Но для этого нужен был редстоун, который также у меня, к счастью, был. Сделав блоки из редстоуна и размножив их в столе трансмутации, я также мог сделать и штаны, а также нагрудник. Но для шлема мне нужно было реинфорсить стекло. А для реинфорсить стекло нужен блок-реинфорсер, который делается из алмазов, стекла, редстоуна, палки и лазерного блока, для которого нужен камень. Именно поэтому я начал переплавлять его, предварительно взяв, конечно же, уголь из стола трансмутации. Как только камень доплавился, я резко засунул его в стол трансмутации и забрал стак. И сейчас самое важное, это просто найти стекло, а за дверью был зомби-апокалипсис. С этой стороны, благо, было все спокойно. Именно поэтому я решил сделать небольшую ступеньку и побежать за песком. Все-таки мы живем в пустыне, да и песка нам понадобится всего один кусочек, потому что как бы стол трансмутации. Ну и теперь я могу, конечно же, возвращаться домой. Вернувшись домой, я закинул песок в стол и также забрал целый стак. Не знаю зачем, мне всего нужен был один кусочек для того, чтобы его переплавить. Ну а затем мы его также размножим в столе трансмутации. Эти зомби мне не давали покоя, и я решил их немножечко помочить. И почему-то они даже не могли пройти вовнутрь, видимо, просто не помещались. Ну да, их было слишком много. Справившись с зомби, житель пошел гулять. Лучше б ты не уходил. И тут я вспомнил, что у меня также есть изумруд, который лежит в столе трансмутации. И я могу поторговаться. Но ничего интересного не продавали. Четыре изумруда за кожаные штаны? Хм, фикс-плей бы оценил. Но не суть. Там, кстати, уже стеклышко переплавилось, которое мы должны засунуть в стол трансмутации, а также размножить. Стекло также размножили, и можем создавать то, что нам нужно. Лазерный блок. Теперь нам нужно парочку алмазиков, немножечко редстоуна, ну а также обычное стекло и палка. В принципе, изи. По факту, все ресурсы для того, чтобы доделать этот костюм, у нас уже есть. Так что создаем палки и крафтим блок реинфорсер. Теперь нужно нажать на него правой кнопкой мыши, заложить сюда стекло и просто выйти. И мы получаем закаленное стекло. Ну что ж, ребят, давайте создавать наш костюм. Создаем, конечно же, ботиночки, затем штанишки, далее нагрудник. Ну и самое последнее, это шлем, для которого не хватило немножечко вот этих вот штучек, а также урана. Ну и что ж, ребят, доделываем, наконец-таки, шлем. И полный костюм Человека-муравья у нас в кармане. Можем снимать свою кольчужную броню и выкидывать ее. В принципе, она нам не понадобится. У нас все-таки есть костюм Человека-муравья, который выглядит безумно круто. Помимо этого, он добавляет мне дополнительную силу, а также очень быстро я регенерируюсь, и у меня полное сопротивление к огню, что не может не радовать. Констракшн, тейбл, печки и так далее, не знаю, понадобятся ли они мне, но я решил их забрать. Но перед этим надо, конечно же, абсолютно все, что у меня есть, сложить в стол трансмутации, потому что я просто физически не смогу это унести. Ну а теперь мы можем выбираться наружу для того, чтобы протестировать наши способности. Первая способность позволяет мне очень-очень сильно уменьшаться, и я становлюсь вот такой вот массипусенький, и даже могу проходить в один блок. Но когда я бегу на спринте, я вижу сам свои частицы, и это выглядит безумно странно. Зато я смогу сбежать от абсолютно любого моба в считанные секунды. Ну и помимо этого, ребят, я могу увеличиваться. Давайте проверим. Для начала принимаем свой обычный размер, ну а теперь давайте увеличимся, и мы становимся вот такого размера. Таким образом, мы можем гораздо быстрее перемещаться по миру, а также высоко прыгать. Но у этой штуки есть один большой недостаток. Допустим, свинюшек я даже достать не могу, а вот дерево сверху копать могу. Так что таким образом, мы сможем разрушать кристаллы в эндер мире. Я встретил метеорит после того, как встретил корабль Кри, приятно. Ну и помимо этого, здесь была еще одна деревня, в которую я решил побежать. Господи, как все трясется. Также здесь была кузница, и я решил также в нее отправиться. Вот таким вот образом, просто уменьшившись. И кроме яблочек, здесь не было ничего интересного. И кстати, ребят, шел уже 21 день, а я все никак не убил дракона. Это как вообще? Ну а также достать обсидиан из стола трансмутации, для того, чтобы быстрее уже построить портал. Ну и так как у меня полное сопротивление к огню, мне будет очень и очень легко ходить в аду. И кстати, вот таким вот образом можно помогать себе строить портал. Готово! Правда, какой-то высоковатый получился, ну почему бы и нет. Далее нам нужен один кусочек железа, ну а также кремень. И кстати, кремень я где-то профукал, видимо выложил. Но в принципе, это не проблема, сейчас найдем. Спустя какое-то время, кремень был у меня в кармане. И я мог скрафтить ту самую зажигалку, которая мне нужна и отправиться в ад. Ну что ж, новые достижения, огненные недра. И я решил стать очень большим для того, чтобы посмотреть вообще где я и начал гореть. И тут я понял, что скорее всего я под землей и мне нужно срочно уменьшаться. Записав координаты портала, я отправился искать выход. Спустя некоторое время хождения по адским лабиринтам, я выбрался в более-менее спокойную обстановку. И отправился на поиски. Ну и по традиции, мы с вами убьем иссушителя. Так что придется нафармить еще и черепа. И вот спустя некоторое время хождения по аду, я наконец-таки нашел крепость и отправился в нее. И да, для этой крепости я был слишком большой. Просто посмотрите, какая она масипусенькая. И здесь вот эти собаки просто прыгали вниз, потому что не понимали, с кем имеют дело. Но мне все-таки нужен был спавнер эфритов. Именно поэтому я решил стать маленьким и отправиться на его поиски. А вот как раз-таки и спавнер эфритов. Привет, братишки! По факту мне нужна всего одна палочка. И как вы понимаете, добыть ее будет вообще не проблема. И как вы понимаете, ребят, первая палочка выпала только с пятого эфрита. А это просто капец. Ну а теперь начинается самое долгое и самое муторное. Но как же все-таки вам повезло, что есть монтаж. Так что для вас пройдет всего одна секунда. А я буду сражаться с визорскелетами целых 16 дней. И так примерно середина сорокового дня. И наконец-таки я добыл все, что мне нужно. И еще и газ не в тему стреляется. Давай, братишка, до свидания. В общем-то я выбил кучу каменных мечей. Как обычно, косточки, а также три черепа визорскелета. И как вы понимаете, сейчас мне нужно найти песочек душ. И как же все-таки круто, что я могу увеличиваться. Такими темпами я передвигаюсь гораздо быстрее. Ну а также я могу найти то, что я не найду даже в теле обычного человека. Ну а вот и тот самый песок душ, который мне нужен. Давайте добудем его пару штучек и отправимся в обычный мир. Ну что ж, ребят, сорок второй день и я наконец-таки дома. Я решил немножечко отбежать и призвать Иссушителя. Но отбежать я решил для того, чтобы найти какую-нибудь укромную шахту, в которой я смогу все это сделать. Ну и так как я потерял факел, буду подсвечивать все стержнем Ифрита. Я очень сильно возлагаю надежды на свою броню и надеюсь, что Иссушитель просто не сможет меня пробить. Да и прочность у моей брони порядка 16 тысяч. Теперь остается ждать пока Визор бубухнет для того, чтобы его убить. И кстати, хилился я безумно быстро, поэтому его Иссушение ничего на меня толком не делало. И я мог спокойно убивать этого Визора, даже не боясь, что я Иссушусь. Все-таки этот костюм безумно мощный. Не зря на него было потрачено столько ресурсов. Ну что ж, ребят, добиваем Визора и это безумно круто. Сорок второй день, Визор одолен. Я хотел попробовать вписать его в Тетрадь Смерти, но тут я понял, что в этом толком даже нету смысла. Потому что убиваю я его очень-очень быстро. Также здесь был скелетончик и я решил вписать его хотя бы в Тетрадь Смерти, почему бы и нет. Вписываем скелета и на него накладывается эффект. Ну все, супер, можно забирать наковальню и ждать пока он отфигачится. Давай скелет, я даже за тобой понаблюдаю. Некоторое время спустя скелет просто откидывает коньки. Как только я немного выбрался, я увидел материальное облачко, в котором мог сидеть какой-нибудь питомец. И тут я вспомнил, что я могу увеличиваться в размерах. И я решил попробовать достать до облака. Но я просто физически не мог туда допрыгнуть, даже досюда не получалось. А поставить блоки под себя я физически не мог, потому что так же не доставал. Именно поэтому я решил простроить небольшой мостик, на который я как раз таки и запрыгну. И как только я запрыгнул на этот мостик, я понял, что остается до облаков совсем немного. По крайней мере в прыжке я могу уже бить это облако. Затем было решено уменьшиться и просто строиться под себя для того, чтобы стать немного выше. Как только я стал немного выше, я начал увеличиваться для того, чтобы точно попасть в это облако. И здесь я уже мог открыть сундук, правда облако немного не давало это сделать. Видимо придется простроиться еще выше. И здесь был питомец портал. Да, спасибо вовремя. Ну а теперь мне нужно было ждать. Ждать пока закончится 42 день для того, чтобы найти эндермена и отфигачить его. Почему бы и нет? Некоторое время спустя наступила ночь. И здесь было какое-то очень странное небо. Когда я смотрел вниз, оно было черным, когда наверх оранжевым. Видимо баги изменения размеров, так сказать. Ну а теперь просто нужно найти какого-нибудь эндермешу для того, чтобы его убить. Спустя какое-то время я нашел эндермена и убил его. Убил я его, кстати, с трех ударов. Ну а теперь мне нужен был мой стол трансмутации, который я не видел. И тут я понял, что видимо где-то я его просрал. И именно поэтому мне опять нужна была светокаменная пыль, редстун, а также алмаз. А помимо этого еще 4 обсидиана, ну а также 4 переплавленного камня. И на все эти манипуляции я потратил еще 3 дня. Итак, конец 46 дня. Я выбрался из шахты и у меня есть все, что нужно для стола трансмутации. И да, ребят, совсем скоро произойдет кое-что неожиданное, чего даже я не ожидал. Но для начала давайте займемся крафтами. Мне нужно было скрафтить как раз таки философский камень, но затем и сам стол трансмутации. Выложив все крафты, я довольный забрал этот стол. И понял, что я могу размножить огненные стержни, ну а также эндр-жемчуги. Этим я и занялся. И как только я забрал стол трансмутации, а также верстак, я уже был готов отправляться на поиски. На поиски крепости, в которой я найду эндр-дракона. Но тут я заметил лес, увидел грибочек и побежал дальше. И увидел безумно странный силуэт, который мне что-то напоминал. И тут я понял, что это был особняк, который при этом и горел. Благо я был очень большим и умел бегать по деревьям, так что я забрался на этот особняк и решил отправиться вовнутрь. Потому что тотемы бессмертия еще никому не вредили. Здесь я нашел изумрудик, какие-то непонятные штучки. И да, мне нужно было одолеть этих братишек для того, чтобы подобрать все, что мне нужно. Тотем бессмертия есть, супер. И кстати, эти братишки были довольно-таки мощные, и меня это напрягало. Но все-таки я хотел добыть еще немножечко тотемов бессмертия, и именно поэтому отправился вниз. Также я помнил, что здесь были сундучки, в которых тоже могло быть много чего интересного. Но тут я понял, что от этого особняка практически ничего не осталось. Потому что здесь неподалеку был метеорит. Как я понимал, в этих сундуках я ничего абсолютно не найду. В принципе, оно и логично. Именно поэтому я решил еще немножечко побегать и поизучать этот особняк. Спустя какое-то время у меня уже было целых три тотема, именно поэтому я принялся валить с этого особняка. И кстати, начался уже день, это значит, что уже наступил сорок седьмой день. Именно поэтому я переделал все огненные стержни в огненный порошок и создал, конечно же, Око Эндера. И принялся искать того самого дракона. И первое, конечно же, сломалось. Но не беда, в принципе, я могу бегать по деревьям и чую, что найду быстро. Сказал я и потратил примерно два дня на беготню. Пробежав еще несколько лесов, я кинул еще одно Око Эндера, и оно полетело точно вниз. Именно поэтому я понял, что пора, пора спускаться. И кстати, мой инвентарь во время увеличения выглядел безумно странно. Вам так не кажется? Ладно, в принципе, какая разница, сейчас главная цель убить дракона. Именно поэтому я начал отправляться вниз. Прошел еще один день и я просто не нашел портала. И поэтому решил выбраться наверх. Но спустя какое-то время я заметил очень странную комнату, которая находилась прямо внизу. И я решил поплыть туда. Мне стало интересно, а что это вообще такое? И тут я понял, это был тот самый портал. И знаете, ребят, в чем самый главный прикол? Он был напрочь отделен от всей крепости. Он просто был отдельной частью под землей. Но, по крайней мере, сюда было встроено уже целых два Ока. И я вставил свои. Ну и теперь, наконец-таки, 51-й день и я отправляюсь в Эндер Мир. В Эндер Мире я получил новое достижение и решил сразу же увеличиться, для того, чтобы выбраться, не выкапываясь оттуда. И, кстати, прямо отсюда я мог и разрушать те самые кристаллы, просто подпрыгивая и уничтожая их. Но был один большой нюанс. Я просто не мог этого сделать по какой-то неведомой причине. Именно поэтому мне пришлось поставить стол трансмутации и забрать отсюда каких-нибудь блоков. И как только я это сделал, я мог строить небольшую такую штучку и увеличиваться в размерах, для того, чтобы точно доставать до кристаллов. И, как я понял, это мне не поможет. Но, по крайней мере, я могу их разрушать и сносят они не так уж и много хп. Зато, таким образом, я смогу перемещаться между кристаллами. Затем я начал простраивать вот такие вот мостики, для того, чтобы я мог подняться гораздо быстрее. Кстати, ребят, 53-й день подошел к концу и, наконец-таки, я разрушил все кристаллы и мог одолеть этого дракона. Но он тоже был не особо из слабых. Но я залез все-таки под него и начал его фигачить. И, кстати, тут я вспомнил, что у меня есть тетрадь смерти, но, к сожалению, на дракона она не работает. Но все-таки я решил рискнуть и сделать несколькими способами. Для начала я написал точно так же, как написано у него в нике. Затем я решил написать то же самое без дефиса. И тут он меня просто решил откинуть подальше от моей наковальни. И куда-то она делась. Видимо, он ее разрушил. Ну или я ее просто потерял. И, как я понял, дракону не понравилось то, что я хотел убить его при помощи тетради смерти. И решил мне за это отомстить. Ладно, ничего, дракон, я просто буду сидеть и ждать, пока ты будешь спускаться. И дракон был не из тех, кто любит спускаться. Он постоянно делал вот такую вот фигню. Но на центр прилетал довольно-таки редко. И на убийство дракона я потратил еще два дня. И вот, ребята, спустя некоторое время я, наконец-таки, одолел этого дракона. И мог забрать свой заслуженный опыт, а также яичко. Ну а теперь, ребят, можем, наконец-таки, забрать яичко дракона. И для этого нам понадобится факел, который обитает вот здесь. Дверь, до свидания. Не знаю, что у меня делает дверь, но мне нужен факел. И, наконец-таки, ребят, забираем яйцо дракона и получаем новое достижение. Новое поколение. Ну и прямо сейчас, ребят, я захотел отправиться в новый мир. Для того, чтобы там забрать элитры или что-нибудь подобное, я решил проверить, а как работает эндер-жемчуг, когда я большой. Допустим, я хочу вон туда. И да, я кидаю, в принципе, свысока. А это значит, что в этот портал попасть будет вообще не проблема. Как раз-таки я рос там прямо с него. И да, ребят, новое достижение. Идеальный побег. Ну и тут главное, не лохануться и не умереть. И я действовал с максимальной осторожностью. Я постоянно брал булыжник из стола трансмутации для того, чтобы просто передвигаться по этому миру. И на поиски города Венди своим очень осторожным режимом я потратил 8 дней. И вот спустя некоторое время я нашел то, что мне нужно. И кстати, я случайно потратил еще один свой тотем, но в принципе, как обычно, ничего личного. Ну и наконец-таки я мог подниматься наверх для того, чтобы добраться до корабля. И в качестве своей лестницы я решил использовать хорус. Очень удобная штука, кстати. Но потом я понял, что занимаюсь какой-то дичью и лучше бы мне взять эндер-перл. Но не тут-то было, Майнкрафт. Я победю! Ну а теперь отправляемся на тот самый корабль и можно уменьшаться. Главное, чтобы никакой шалкер в меня не стрельнул. Что у нас в сундучках? Лопата, инструкции неинтересные, железные ботинки на ледоход, а также элитры. И да, ребят, эти элитры, к сожалению, никуда я надеть не мог, кроме своего нагрудника. Но тогда у меня пропадала способность увеличиваться в размерах и так далее. Так что эти элитры я решил забрать как символ. Ну и дальше я отправился в обычный мир. И в районе шестьдесят пятого дня я уже находился дома. И вот спустя какое-то время я уже в обычном мире. И здесь я нахожу деревню. Я так подумал, в принципе, я человек-муравей и я могу уменьшаться. Зачем мне вот эти вот все дома, если я могу сделать свой? И я решил сделать свой дом в один блок. Для этого мне нужно всего лишь что уменьшиться и взять лопату. Ну а теперь просто копать. Я даже меньше, чем один блок и высота в один блок будет для меня просто гигантской. Но правда вот эти эффекты от урана это что-то нечто. И кстати, в принципе, меня эта штука не убивает и я могу сбросить ее в стол трансмутации. Все-таки немного живым да останусь. Далее я подобрал землю и решил немного обустроить свой дом. Ну что ж, ребята, середина семидесятого дня. И я готов вам представить свой дом на проектирование и разработку которого ушло очень много времени. Но я обустроил здесь все. Здесь будет несколько комнат и тут я понял, что мне нужны теперь кровати и так далее. Именно поэтому я обратился к столу трансмутации. Для начала я решил расставить печки, которые я захотел поставить куда-нибудь вот сюда. Здесь я решил расположить двойной сундук. Это нужно для того, чтобы свет не перекрывался. Итак, сундучки готовы и эти сундуки при этом смогут открываться. Супер! Ух, ребят, наша хата уже приобретает обороты, так скажем. Констракшн тейбл я решил расположить вот здесь. И просто посмотрите, какой я просто малютка. Это просто жесть. И знаете, этот дом будет мой тогда, когда я нахожусь в уменьшенном состоянии. А вот в нормальном состоянии будет вот этот дом. Ну а дом для великана, конечно, это задание не из простых. Это я вам гарантирую. Затем мне в голову пришла просто гениальная идея. И я захотел воплотить ее в жизнь. Вы пока не знаете, что это за идея, но она, я думаю, вам понравится. Ну как бы Человек-муравей это персонаж из Мстителей. Ну и так как этот персонаж из Мстителей, я решил проверить на нем камни. Разума, камни, реальности и так далее. Будут ли они вообще с ним работать? Я для начала решил сделать Майнстоун. В принципе, это изи. Просто нужно выложить крафт, который делается тоже просто. И как только я беру этот камень в руки, ничего, к сожалению, не происходит. И он не добавляет мне абсолютно никаких сил. Но я решил не сдаваться и пойти дальше. Я взял Редстоун и Редстоун-блоки и сделал камень реальности, который также ничего не делал. Видимо, этот камень работал только с Перчаткой Бесконечности, что на самом деле тоже печально. Далее у нас идет камень души, для которого придется пожертвовать огненные стержни. Но в принципе, что не сделаешь ради эксперимента. И как только я сделал камень души и взял его в руку, я тоже понял, что абсолютно ничего не происходит. Что было тоже безумно печально. Ну и самый последний камень, который я мог сделать, это изумрудный камень. Для которого, кстати, нужно было очень много ЕМЦ. Именно поэтому я закинул всякие яички, драконы, философские камни и так далее. И мог наконец-таки его сделать, подумал я. Но не хватало всего три изумруда. Но в принципе не проблема, у меня здесь есть еще много всего интересного. И я наконец-таки могу сделать Таймстоун. Для которого, правда, понадобятся еще обычные часики. Ну и наконец-таки сделать часы для того, чтобы сделать как раз-таки тот самый камень. И я надеялся, может хотя бы он начнет работать. Ну и как только я взял его в руки, он также не работал. И тут я понял, что единственный камень, который может нам помочь, это Тессеракт. Именно поэтому я записал координат своего дома и отправился на поиски. Мне нужно было, как вы понимаете, найти церковь, в которой как раз-таки и будет находиться Тессеракт. И чтоб вы понимали, ребят, мне потребовалось на это безумно много времени. Потому что я нашел порядка шести церквей. И Тессеракт был в самой последней. И на это я потратил 17 дней. И вот, ребята, конец 88-го дня и, наконец-таки, последняя церковь, в которую я решил отправиться. И я очень сильно надеялся, что именно в этой церкви я найду то, что нужно. И, кстати, в прошлых церквях я своровал немножечко золотых блоков. И, ребят, момент истины. Я встретил то, что мне нужно. А именно Тессеракт. Новое достижение. И вы мне сказали, Скретч, его можно очень красиво открыть на шифт и правую кнопку мыши. Но как только я нажимал правую кнопку мыши, меня телепортировало по различным измерениям. Видимо, нужно выкинуть и нажать именно тогда. Но у меня почему-то это не получалось сделать, потому что меня постоянно телепортировало. И как только я нажал шифт и левую кнопку мыши, он начал очень красиво открываться. И выпал тот самый Спейс Стоун. Ну и также на правую кнопку мыши я мог телепортироваться по измерениям, что было безумно круто. Главное в один момент от этого не умереть. Потом я решил увеличиться в размерах и тоже телепортироваться. И посмотреть, что из этого выйдет. В аду меня очень сильно колбасило, и в эндермире я стал опять маленьким. Что было очень странно, но при этом скорость большого меня сохранилась. А также прыжки большого меня тоже сохранились. И тут меня выкинуло на поверхность. И я понял, что пора возвращаться в обычный мир. И кстати, ребят, это первый и единственный рабочий камень, который все-таки у меня был. Затем я решил просто побегать по измерениям, потому что у меня появилась очень крутая возможность, при помощи которой я могу реально просто путешествовать по мирам. И тут меня забросило в какой-то мир. И да, ребят, я думаю, вы знаете, что это за мир. И если вы знаете, то напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, вы его уже видели на моем канале. И это 100%. Ну ладно, давайте отсюда уже свалим, и мы опять в аду. Ну а затем, ребят, я немножечко решил пострадать фигней и сделать катаклизм сверхновой. Это такая, грубо говоря, ядерная бомба. И в принципе для нее ничего сложного не понадобится, кроме динамита. Поэтому я поставил свой стол трансмутации и начал искать песок и порох. Песок был, а вот пороха не было. Именно поэтому нужно было найти крипера. Убив крипера, я понял, что порох, походу, у меня уже был. И я засунул его в стол трансмутации. И прямо сейчас мне нужно было скрафтить. Скрафтить свой первый динамит. И крафтится он довольно-таки просто. Кто не знает, вот таким вот образом. Эээ, где песок? Берем еще стак песка, и теперь можем крафтить динамиты. 12 штук, неплохо. Далее нам понадобится философский камень, который лежит в столе трансмутации. И теперь нужен уголь и этот камень. И мы создаем вот таким вот образом различные топливо и так далее. И кстати, мы можем уже прямо сейчас сделать катализатор сверхновой, который мы размножим в столике трансмутации. А затем нам нужно его улучшить при помощи эфирного топлива. И для этого нам понадобится как раз-таки топливо Мёбиуса, которое нам тоже нужно размножить. И да, свои камни я оставил далеко-далеко дома. Нам нужны ЕМЦ. Ну не проблема, у нас вроде у разных предметов есть ЕМЦ. Берем топливо Мёбиуса и наконец-таки можем его объединить с философским камнем для того, чтобы получить эфирное топливо. 9 штук, неплохо. И наконец-таки создаем 14 катаклизмов сверхновой. Давайте их тоже немножечко размножим. 17 маловато. 20, ну уже лучше. А, у меня же золото еще есть. Стак и 2, неплохо. Но я думаю, обычного стака хватит. Я просто, ребят, хочу это бабахнуть. Не знаю зачем, но я выживаю 100 дней в этом Майнкрафте, так что могу себе позволить все, что угодно. Только нужно будет забрать свой стол трансмутации, чтобы это, ну, чтобы он остался как бы. Итак, пол стака уже расставлено, продолжаем. Все расставлено, теперь необходимо это поджечь при помощи редстоунового блока. И взрыв произошел как-то чересчур быстро, чтобы вы понимали, ребят. И что за бред произошел? И здесь было очень много разных ресурсов, что было безумно круто. И здесь было, по-моему, вообще все. Все ресурсы, которые только существуют в Майнкрафте. У меня аж Майнкрафт этот вылагать начал. Ну, дырдочка так неплохая, неплохая. И ресурсов прям дофигища. Но отсюда все-таки нужно выбираться, а то это какая-то жесть. Я думаю, охотники на оборотни и вампиров вообще в шоке. Затем я захотел сделать специальную пушку и отправился в Эндермир. Ну, точнее, не в Эндермир, а куда-то в другое место. И куда же я попаду? А можно, пожалуйста, в Эндермир? И тут произошел какой-то баг, и я начал просто умирать. Но благо, у меня был Спейс Тон. И как только я нажал правую кнопку мыши, я разбился. Из-за какого-то камня, который просто багнулся и решил меня завалить. Ох, ребят, не к добру все это. Ну и как вы понимаете, я прожил очень и очень много времени в этом мире Майнкрафта за Человека-муравья. И на самом деле я сделал уже абсолютно все, что можно было сделать, даже катаклизм сверхновой. Ну и как вы понимаете, умер я даже не по своей вине, а из-за того, что багнулся Спейс Тон, которому я решил довериться. Дело в том, что я решил сделать пушку, которая мне нужна. И эта пушка создавалась при помощи Эндермика, которого у меня не было. Но, видимо, Майнкрафт посчитал нужным просто меня убить. Ну а я думаю, ребят, вам все-таки понравился данный выпуск. И я надеюсь, вы уже влепили лайк, ну и конечно же подписались на канал. Ну а с вами был Скрэч. Чем больше лайков, тем больше новых крутых выпусков. И всем удачи, и всем пока!